всем большой привет добро пожаловать на мой канал рада вас приветствовать своим новым видео на прошлой неделе начала снимать этот блок начала снимать это видео и как раз мы тут наводили порядок перед пасхой а в четверг как вам говорила ранее абсолютно не успела помыть окна в доме но только вот у нас в спальне несколько окон и все но уборку конечно же нужно было сделать поэтому я протерла везде пыль разложили мы софийкой вещи все по местам протерла плинтус и пропылесосила вымола пол взбила диван не глобальная уборка на то что было по силам то и сделала и вот на следующий день я уже наводила порядок на втором этаже ну аналогичным образом просто протер плинтус и вымола полы пропылесосила их протерла пыль вот сменила постельное белье таким образом часть полов на первом этаже я вымыла пока машулька подрастовала так как швабры особо не помоешь иначе она у нас когда ползает естественно разъедется на этом полу поэтому я вот вручную тряпочка небольшими кусочками мыла пол протирала плинтус и поэтому кухню и столовую вот где у нас положено плиткой я там все помыла протерла пол и нам сейчас софии нужно именно в гостиной навести порядок не успела вместе с машей машульку же уложил на дневной сон и мы тут сейчас занимаемся уборкой если что у меня здесь две разные тряпочки просто так совпало что они обе такого желтоватого оттенка одно я протираю пол и плинтусы ну а другой соответственно протираю подоконники и пыль в раковине помыла вазу сполоснула цветочки и теперь все чистое уже возвращаю на свои места еще сегодня нужно конечно же помыть за диваном ну конечно периодически я это делаю но так как сегодня такая более масштабная уборка более то что масштабная более тщательная поэтому сегодня тоже там все протру протру плинтусы отодвину приставной частью дивана и тоже там все помою а вообще у меня в планах достать этот ковер естественно не сегодня потому что его сложно было под диван заталкивать и также сложно доставать вот я думаю мы его уберем и какой-нибудь другой ковер я сюда приобрету поменьше размером вот потому что ну требуется уже ему замены есть и пятна вот и не так она опрятный свежо уже выглядит поэтому думаю его заменить ну и конечно сейчас вот софика мне поможет она будет от пылесосе диван я прохожусь просто влажной микрофибровой тряпочкой удобно если есть какие-то пятнышки так быстро затереть их ну и кстати вот влажной микрофибровой тряпочкой тоже хорошо сметать какой-то ссор не хуже чем при помощи пылесоса поэтому вместе мы с ним проходимся конечно же нужно взбить подушки вот я теперь понимаю что я никогда больше не куплю такой диван вот с такими подушками которые из наполнителя которые вы знаете не держат жесткую форму особенность детьми потому что дети вот вы знаете мне кажется они готовы лежать сидеть не на люстре беседе там когда смотрят телевизор или что-то делает но они никогда спокойно не сидят на диване не обожают у нас прыгать на этих подушках лежать на них поэтому они навсегда просто приплюснутые то есть форма деформируется у них постоянно это нужно взбивать чтобы хоть какой-никакой опрятный внешний вид поэтому да диван невероятно удобный очень мягкий очень комфортный но вот дети постоянно сминают эти подушки поэтому это не не очень практично вот лично для нашей семьи оказалось это видео это видео а теперь нужно пропорисосить ковер возможно кстати я ничего не буду стелить вместо этого ковра оставлю паркет как есть сейчас но вот до сегодняшнего момента в принципе вот этот ковер был нам хорошим подспорьем потому что как раз таки когда машулька вставала училась вставать перемещается у опора и очень удобно было комфортно это делать на ковре плюс помягче до оплюхаться на попку ковер нам здесь был очень удобен ну посмотрим возможно дальше он не будет актуален если говорить про теплоту пола то у нас везде водяные полы теплые поэтому вот с этим проблем точно нет то есть у нас ковер для какого-то уюта комфорта возможно но не для тепла положен сейчас также помою вручную место где стоит у нас столик для кормления ну потому что естественно естественно мы можем и скинуть тарелку мы можем игрушку окунуть в тарелку а потом эту игрушку выкинуть и какие-то брызги пятна потеки под стульчиком для кормления есть и вот если что-то там пресыхает это только естественно вручную можно оттереть именно так я вот и делаю пылесошу и в принципе у нас в гостиной порядок будем потихоньку продвигаться дальше а а а а и а и и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Девчата, сейчас будет обзор красивейшей одежды для дома На мне вот такая футболочка от российского бренда Это российское производство наше Shades Потрясающего качества Футболочка укороченная Oversize Вот так она выглядит У меня, кстати, от этого бренда есть похожая футболка Только на удлиненные и велосипедки к ним Я думаю, вы видели не раз в моих роликах И вот сейчас вышла там коллекция для дома И у меня появилось два комплекта И вот к этим комплектам еще взяла вот такую футболочку Сразу хочу отметить, просто потрясающее качество исполнения Я, кстати, вещь уже не раз постирала Они никак не теряют ни форму, ни деформируются там, ни швы, ни цвет В общем, все с ними просто прекрасно Первый комплект выглядит вот таким образом В оттенке мока, врубчик, укороченный том и шортики Чувствуешь себя в этом комплекте дома очень красиво, но вместе с тем удобно и комфортно Следующий комплект тоже очень-очень красивый Вот такой вот белый цвет Мне кажется, освежает Мне, как вот мамочке с ребенком, такие комплекты Это, знаете, просто как палочка-выручалочка Заниматься делами по дому ребенком и при этом выглядеть красиво Я сейчас надену футболку и покажу, как она классно сочетается и с этим комплектом Ну и как вы можете заметить, вообще получилась такая капсула Все друг с другом сочетается и можно миксовать Повторюсь, это наше российское производство Это прям моя вам рекомендация от души Очень красивые вещи Ссылочку обязательно на интернет-магазин я для вас оставлю в описании Переходите, заказывайте, будьте красивыми Давайте печь куличи Это рецепт просто, вот мой один из любимейших Кулич-бриош Для его приготовления нам потребуется 120 грамм сливочного масла 7 грамм сухих дрожжей Далее у меня 10 грамм соли, 100 грамм сахара Потом 3 яйца, 3 желтка, точнее и одно яйцо 500 грамм муки и 250 миллилитров сливок, 20% Сейчас начинаем все смешивать Так, смотрите, яйца смешиваем с сахаром Затем вливаем сливки, еще раз перемешиваем А муку, соль и дрожжи соединяем между собой И вот к этой массе, то есть сахар, яйца и сливки Мы потом добавляем постепенно масло Сливочное масло добавляем по чуть-чуть Буквально по столовой ложке И замешиваем тесто Все ингредиенты могут быть холодными Из холодильника, исключение только сливочное масло Оно должно быть мягким Затем добавляем мучную смесь и вымешиваем тесто Можно вымешивать руками Я вымешивала при помощи насадки крюк 10 минут Нужно прям хорошо вымесить тесто Тесто получается эластичное, мягкое, оно не липнет к рукам И далее мы убираем его на ночь в холодильник То есть с вечера замесили Все очень просто, на ночь убираем Это тесто холодного брожения И пока у меня замешивается тесто Как раз вымешивается 10 минут Я буду готовить творожную Как она называется? Пасха? Творожная пасха Готовлю я каждый год, она очень-очень вкусная Нам потребуется 2 литра молока У меня 3,2% Где-то 375 мл сметаны, полтора стакана И 6 яиц Что мы делаем? Яйца вливаем в чашу Немножко их взбиваем, чтобы консистенция стала однородной Затем добавляем сметану Еще раз все хорошо перемешиваем до однородной консистенции Можно это сделать при помощи миксера Далее вливаем 2 литра молока Еще раз хорошо перемешиваем И переливаем либо в кастрюлю Но нужна крышка То есть либо форму, если у вас есть такая форма с крышкой И убираем в духовку При температуре 180 градусов Режим вверх-низ Можно запекать 3-4 часа Но периодически открываете крышку Смотрите на консистенцию Я вам чуть попозже покажу, как она должна выглядеть Можно при более низкой температуре томить дольше Можно наоборот прибавить температуру И она у вас побыстрее приготовится Смотрите сами И каждый раз, если честно, у меня вообще получается по-разному Продолжительность Не знаю, чего это зависит От молока То есть я ориентируюсь на консистенцию Я вам ее обязательно покажу И в этом году первый раз готовлю творожные куличи С начинкой крем-чи с клубникой Значит, какие ингредиенты? Творог 400 грамм, 9% яйца 4 штуки Сахар 160 грамм Ванильный сахар 15 грамм Соль где-то треть чайной ложки Разрыхлитель 18 грамм Сливочное масло 170 грамм И мука 320 грамм Сразу хочу сказать Тесто не для каждой, мне кажется, духовки Вот если у вас духовка плохо печет То оно может остаться таким, знаете, внутриклеклым Либо нужно печь в маленьких формочках, чтобы пропеклось Мне вот мой рецепт, которым я делилась уже не раз Творожные куличи на белом шоколаде Вот мне кажется, это идеальные И вот к ним добавить начинку от этих кексов Я вот этот рецепт увидела в этом году Решила его попробовать Мне кажется, далеко не у каждого получится Многое зависит от того, как печет духовка Но начинка обалденная Попробуйте в сочетании с моим рецептом на белом шоколаде Я вам и рецепт, и ссылочку оставлю У нас уже следующее утро Ну, если говорить про тот рецепт, девчата Я сейчас перескочу Там просто смешали все ингредиенты и все У нас уже следующее утро Значит, тесто у меня вот так подошло Повторюсь, оно в холодном брожении Это на куличи бриоши У меня здесь цукаты и шоколадные капли Я буду готовить его в таких маленьких формочках Ну, как-то нам, я не знаю, лучше Дети любят, у меня есть вот именно из таких порционных формочек Они могут сами взять И не надо ничего будет отрезать Я разделила тесто на две части Одну сделала с сукатами, другую с шоколадом Все перемешала И теперь в формочки закладываю тесто Вот так вот скатываю в шарик Ну, плюс-минус стараюсь сделать одинаковый объем Где-то на две трети я закладываю Мне потому что нравится, когда есть шапочка Если вы не хотите с шапочкой Чтобы они у вас приготовились Закладывайте где-то на одну треть На самом деле, несмотря на то, что тесто дрожжевое Очень просто с ним работает То есть с вечера замесили тесто Поставили в холодильник С утра достали Разложили все по формочкам Поставили на три часа в теплое место В формочках уже И через три часа печем куличи Все максимально просто Значит, печь мы их будем При температуре 180 градусов Где-то 30-35 минут Девочки, забыла вам сказать Что когда мы достали с утра тесто из холодильника 40 минут нужно ему дать постоять При комнатной температуре И уже после этого мы добавляем цукаты Там шоколад, кто что любит И сейчас вот распределяю творожные куличики По формам Видите, тесто может быть еще у меня ночью постояло Оно такое стало плотным Но вот повторюсь В маленькой формочке получилось гораздо лучше Чем вот в таких больших Поэтому думаю, если духовка печет не очень То вообще оно может остаться клёклым Но попробуйте, попробуйте хотя бы на маленьких кексах Потому что само по себе тесто очень вкусное Так как эти куличи надбуды с начинкой Я не добавляю ни шоколада, ни цукаты, ничего При помощи ложки, смоченной в растительном масле Мы делаем такую гладкую поверхность Видите И накрываем фольгой Запекать мы будем при температуре 180 градусов Первые 20 минут мы печем под шапочкой из фольги Потом шапочку снимаем И еще 20 минут готов Сейчас вам показываю, какая получилась у нас творожная паста Какая консистенция здесь у нас получилась Вот видите, я беру сито и перекладываю Чтобы по максимуму сыворотку оставить в форме А потом уже из емкости буду перекладывать в мешочек Подвешиваю и сыворотка будет стекать Чтобы это все было побыстрее Я еще периодически подхожу и руками выжимаю Но я знаете, она у меня не висит там по 10 часов Буквально 2 часа и достаточно Я не люблю сухую массу прям совсем Поэтому не добиваюсь того, чтобы там сыворотка максимально стекла И я делаю вкусную миндальную корочку для куличей И для творожных, и для бриоши Смотрите, беру 50 грамм миндальной муки 50 грамм сахарной пудры и 3 белка Вот 3 белка как раз у нас остались с вами Вот от 3 желтков, которые мы используем для этого рецепта Все хорошо перемешиваем ложечкой И смазываем куличи Я творожных куличей пекла 2 порции Вот, которые вы видели, я отправила без вот этой шапочки Следующую порцию тоже смазала вот этой вот миндальной смесью Очень вкусной получается шапочкой Никогда, если не готовили, обязательно попробуйте Можно использовать не миндальную муку, а просто миндаль измельчить Тоже будет очень вкусно В общем, куличики смазываем, как вам и говорила И отправляем в духовку 180 градусов на 35-40 минут Они поднимутся, невероятно вкусные У меня дети их просто обожают Это вот фаворит Так, дорогие, смотрите, стекла у нас, сыворотка Вот такая масса получилась, видите, однородная Без корочек, красивого топленого цвета Дальше по вкусу мы с вами добавляем Я где-то добавила 2-3 столовые ложки сахарной пудры 50 грамм сливочного масла Все взбиваю Можно погружным блендером Я это делаю при помощи термомиксера Чтобы была гладкая, однородная консистенция Это уже настолько вкусно, можно есть ложками Но можно добавить еще грецкие орехи Я измельчила их и тоже добавляю Все перемешиваю Обалденная получается творожная пасха Вот сколько не покупала я на заказ Или в магазинах Все равно не то Вот этот рецепт для меня самый-самый вкусный Вот такая получается масса Можно дальше заложить в формочку И отправить в холодильник Как вам и говорила Что не знаю, успею я или нет Поэтому заказала Вот видите, какая красота Куличики тут у меня Паска И вот здесь вот зайчики Ну приедем домой, вам все еще покажу Съездила сейчас, забрала все Красота Получится и домашние будут И красивенькие будут И еще я заехала за цветами На пасхальный стол Вот такие красавчики у меня Ну и покажу вам уже, конечно же На следующий день пасхальную сервировку Вот такие куличи бриоши получились Видите, какая красивая корочка В принципе, можно даже не покрывать глазурью Очень-очень вкусно Это творожные куличи Вот вторая партия тоже с этой корочкой И я сейчас покрываю глазурью У меня 100 грамм идет маршмеллоу И где-то 2 столовые ложки воды Подогреваю я эту массу в микроволновке Каждые 10 секунд перемешиваю Довожу до нужной консистенции Ну вот, чтобы это все тянулось Можно было обмазать куличи В творожные куличи начинка Вот как раз я ее положила Вырезала сердцевинку Показала вам, сейчас расскажу 120 грамм творожного сыра 120 грамм сливок 33% жирности 50 грамм сахарной пудры И 30 грамм перетертой малины Или клубники У меня клубника И вот таким образом мы с девочками Украшали куличики творожные Вырезали серединку Тесто мы убираем Оставляем только корочку Серединку из кондитерского мешка Наполняем вот этим крем-чизом Дальше закрываем шапочкой Обмазываем и вот украшаем Как раз меня Лизулька поснимала У меня тут девочки в основном все украшали Но вот я вам тоже на видео показала Такие у нас куличики получились Успели мы и свои тоже домашние испечь На самом деле снимала больше Чтобы с вами поделиться рецептом Чтобы быть вам полезной Покажу вам наш пасхальный стол Всегда я его накрываю И сервирую с утра Потому что дети в предвкушении Хочется попробовать и пасху творожную Которую они готовили И куличи попробовать Которые они испекли И яйца, которые они украшали Красили Поэтому это конечно же В первую очередь Вот я все делаю Для детей Для их памяти Потому что для них это всегда такое событие Они ждут Ждут этого И делюсь с вами Музыка Девчата А это уже понедельник И нужно приводить после выходных Первый этаж в порядок У меня сегодня в планах Только навести порядок на первом этаже Ну как вот собрать Разбросанные игрушки Помыть пол Потому что ну естественно Маша пылесос Его нужно поддерживать В чистоте и порядке И запустить две стирки И все Больше у меня ничего На понедельник не запланировано Поэтому сейчас Просто привожу в порядок Протираю стол Раскладываю все по своим местам Ну знаете вот такая Ежедневная уборка Которой занимаются все И нужно мне паровой шваброй Помыть пол Девочки я предлагаю вам Под этим видео Делиться своими удачными Проверенными рецептами К Пасхе Куличи Глазурь Как вы украшаете яйца Как вы может быть Их отвариваете В чем Чтобы они получались красивыми Рецептами творожной Пасхи Я думаю Каждый из нас Это будет актуально Полезно И всегда можно будет Вернуться к этому видео Почитать Посмотреть рецепты Выбрать что-то для себя Чтобы приготовить На следующий год И порадовать Своих родных и близких Ну а вас я приглашаю Подписаться на мой Телеграм-канал Там я всегда Делюсь своей жизнью Тем, что происходит В моменте Намного раньше Чем на Ютуб И выхожу на связь Гораздо чаще Чем здесь Ссылочку на свой Телеграм-канал Оставлю для вас В описании к видео Субтитры создавал DimaTorzok Девчата Девчата Хочу вам всем сказать Огромнейшее спасибо Что провели Это время Вместе со мной За то, что Посмотрели это видео Обязательно поддерживайте Меня пальчиком вверх Это не только Знак поддержки Но и помогает Видео Продвигаться Подписывайтесь на мой канал Оставляйте ваши комментарии Делитесь вашими Проверенными Вкусными рецептами Ну а мы с вами Увидимся совсем скоро Всем пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok